Ассоциация Форца Фермиерилор обращается ко всем государственным учреждениям с призывом содействовать принятию закона об усилении поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи 2024 года. Этот закон – единственная эффективная правовая и не финансовая мера, пусть и запоздалая, но абсолютно необходимая, говорится в пресс-релизе Ассоциации Форца Фермиерилор. Здесь считают, что это поможет спасти фермеров от принудительного взыскания долгов по кредитам и банкротству. Ранее Ассоциация неоднократно требовала принять меры, которые бы ограничили непомерные штрафы и защитили от злоупотреблений со стороны кредиторов, связанных с просрочками погашения долгов. Исполнительный директор Ассоциации Форца Фермиерилор Александр Бадереу сожалеет, что власти снова не сдержали свое обещание. В первую очередь затягивание связано с тем, что некоторые государственные учреждения не дали в сжатые сроки необходимого заключения по этому законопроекту, и парламент не смог сегодня вынести его на голосование, как обещал господин Игорь Гроссу. Именно это основная причина. Но мы думаем, что это, скорее всего, делается намеренно. Впрочем, какова реальная ситуация, мы уже знаем. Некоторые активисты фермерского движения более категоричны в своих утверждениях. Кто-то считает, что законопроект саботируют, и в этой связи называется имя бывшего министра сельского хозяйства Владимира Боли, который после отставки занял должность министра инфраструктуры и регионального развития. Это не что иное, как прямое вмешательство Владимира Боли через блокирование заключений. Каким образом тогда Боли удалось менее чем за неделю добиться того, чтобы закон был принят в двух чтениях и промульгирован менее чем за неделю? А у нас больше месяца этот закон ходил из кабинета в кабинет. Очевидно, что принятие этого закона не хотят. Кроме того, в нем много изъянов, и он, скажем так, не оказывает большого влияния на сельхозпроизводителей. Другие фермеры считают, что власти пошли на определенные уступки только в преддверии выборов, чтобы не осложнять и без того очень трудную социально-экономическую ситуацию в стране, а на мелких и средних фермеров им наплевать. Проблема в том, что если мы посмотрим календарь на сегодняшнюю дату и на три недели назад, то увидим, что речь шла о выборах. Пока были выборы, власть проявляла открытость. Они не хотели протестов, не хотели скандала и говорили «давайте делать». Я предполагаю, что сейчас они заняты газовым кризисом, который очень легко отодвигает очень большую проблему сельского хозяйства. Пользуясь этим, я предполагаю, что проблемы сельского хозяйства снова уходят в тень. Пятый канал обратился за комментарием государственному секретарю Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василию Шарбану. Однако тот попросил перезвонить ему позже, сославшись на занятость. Добавим, одно из ключевых положений нового закона в поддержку сельхозпроизводителей – введение моратория на выплату долгов для фермеров, что поможет им избежать банкротства до 31 октября 2025 года, а не на 6 месяцев, как было раньше. Еще одно важное новшество – применение закона ко всем текущим долгам фермеров, независимо от даты их возникновения, а не только на те, которые образовались в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024. Следует отметить, что аналогичный закон был принят три месяца назад в спешке и подвергся резкой критики со стороны фермеров, которые в середине сентября провели масштабные протесты по всей стране.